Всем привет! Вы меня, наверное, не знаете, но меня зовут Вася, и я ведущий на канале Комфи от цифровой техники. И сегодня я решил рассказать вам о приложениях. Но, поскольку этот канал больше связан с бытовой техникой и кулинарией, речь пойдет о пяти приложениях, которые помогут вам приготовить вкусные блюда. Сразу скажу, что приложение англоязычное, но проблем с использованием, думаю, не возникнет. Перед вами открывается новостная лента, в которой показаны различные блюда. Каждое из них можно прокомментировать, поставить лайк, увидеть количество ингредиентов и калорий. Соответственно, как и в любом приложении, можно выбрать меню поиска, ввести ключевое слово и на выбор отобразятся различные блюда. Но главной фишкой я бы отметил функцию под названием шопинг-лист. Выбрав для себя интересное блюдо, можно добавить перечень продуктов, а во время покупок смотреть, что необходимо взять. При этом можно вычеркивать продукты, которые уже есть. Я считаю эту функцию очень крутой, да и в целом рекомендую это приложение. Следующее приложение действительно необычное. Представьте себе ситуацию, вы открываете холодильник, там лежат какие-то продукты, но приготовить хочется что-то интересное. С приложением Turn&Cook можно решить эту непростую задачу. Для получения оригинальных рецептов достаточно сфотографировать продукт, который хотите видеть в блюде. После этого на экране автоматически появится несколько рецептов, а выбрав необходимое, отобразится пошаговая инструкция приготовления. Иногда бывают промашки с опознанием продукта, но очень редко, поэтому можно смело скачивать и пользоваться в свое удовольствие. Я бы назвал это приложение социальной сетью для кулинаров. В нем можно общаться с людьми, добавлять любимые рецепты в избранное и выставлять свои шедевры на всеобщее обозрение. Это приложение мне очень понравилось, ведь в нем широкий функционал. Текстовые и видеорецепты, инструкция по приготовлению, количество ингредиентов и состав, в котором отобразится множество информации о продукте. Так что если хотите узнать что-то новое или поделиться рецептами, приложение Must Have. Это приложение попало в мою подборку не просто так, а благодаря двум интересным фишкам. Первое – обучение в готовке. В нижней строке меню обратите внимание на пункт инструкции. Открыв его, перед вами отобразится перечень. Как правильно работать с ножом, выпечка и советы на каждый день. Выбрав интересующую тему, на экране появится видеоролик с текстовыми подсказками. Там подробно будет рассказано о том, как вскипятить молоко, почистить перец чили или приготовить тесто различного вида. Для аматоров эта фиша в самый раз, так что пользуйтесь. Второй же интересной фишкой программы является создание собственной кулинарной книги. Если приготовление пищи является для вас интересным занятием и вы не представляете себя без него, можно создать свою книгу онлайн. Кликнув на пункт профиль, вам поступит предложение о создании своего варианта, а после путем простых действий заполнить личный профиль. Далее необходимо придумать название книги и добавлять в нее все, что вам понравилось. Так в конечном итоге у вас появится набор из любимых блюд. В общем, я считаю это приложение стильным и интересным, а самое главное полезным, так что однозначно рекомендую. Если вы интересовались кулинарией, то наверняка слышали такие имена, как Гордон Рамзи или Джеймс Оливер. Так вот, некоторые источники утверждают, что в этом приложении собраны рецепты этих двух поваров и многих других. Как и первый вариант нашей подборки, приложение англоязычное и могут возникнуть сложности. Но с другой стороны, чем это вам не повод подтянуть свой инглиш? Первое, на что обращаюсь внимание, это дизайн и обилие различных вкусностей. Глаза сразу разбегаются и хочется приготовить ну прям все. Основная фишка этого приложения, возможность выбрать блюда по времени приготовления, начиная от 10 минут, заканчивая тремя часами у плиты. Также есть сортировка блюд по категориям, правильное питание, осенние блюда, ну или веган меню. В целом, приложение очень интересное и простое в использовании, а главное, что все рецепты действительно уникальны. Ведь многие из них могут быть шедеврами мастеров кулинарного искусства. Подводя итоги, могу сказать, что каждое приложение по-своему крутое, со своими фишками и уникальными возможностями. Напишите в комментариях, какими приложениями пользуетесь вы, или может быть вы сами придумываете рецепты. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Также смотрите ответы на вопросы о холодильниках и узнайте, как почистить утюг в домашних условиях. Пока!